Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Многие мои подписчики просят, чтобы я рассказал о том, что же такое шаровая молния. Итак, это свечащийся шар, который возникает в грозовую погоду, имеет в диаметре около 30 сантиметров и может двигаться по непредсказуемой траектории в течение нескольких десятков секунд. На самом-то деле физики до сих пор не знают, что же такое шаровая молния. Сложность ее изучения заключается в том, что невозможно понять, где и когда она появится. Ее невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, и поэтому приходится опираться только на свидетельства очевидцев. А существует более 400 теорий, описывающих шаровые молнии. Среди них наверняка есть такие, как козни дьявола, происки инопланетян, маленькие светящиеся феи, галлюцинации. Давайте их отбросим и рассмотрим только самые основные. Одну из гипотез предложил Петр Леонидович Капица, нобелевский луреат. В ней утверждается, что шаровая молния возникает в пучности стоячей электромагнитной волны, которая возникает в результате грозовой активности. Действительно, если волна падает на поверхность, то при отражении гребни волн могут наложиться друг на друга, и тогда возникнет стабильная, не меняющаяся во времени, так называемая стоячая волна. В стоячих волнах есть такие области, которые называются пучность. В таких областях очень высокое электрическое поле, и возникает очень сильно ионизированная плазма, которую мы и называем шаровой молнией. В этой гипотезе шаровая молния подпитывается энергией электромагнитной волны. Именно поэтому она может так много излучать. Согласно другой гипотезе, шаровая молния берет энергию не из электромагнитной волны, а из химических реакций. В этой теории шаровая молния состоит из оксидов азота и озона. Внутри молнии происходят химические реакции. Однако, по грубым подсчетам, этой энергии не хватает для того, чтобы молния светилась так ярко. Так что наиболее состоятельной выглядит теория, в которой шаровая молния является плазмой, то есть положительными и отрицательными ионами, которые образуются в результате удара обычной молнии. В этом случае положительные и отрицательные ионы постоянно соединяются вместе и нейтрализуют друг друга. Это называется рекомбинация. И по подсчетам, этой энергии хватает для того, чтобы шаровая молния достаточно ярко светилась. Но есть одна проблема. Хьюстон, we have a problem. Если все ионы будут перемешаны равномерно, то рекомбинация будет происходить за одну миллиардную секунду. Вы только представьте, насколько это быстро, но из этого был найден выход. Давайте представим молекулу воды. В ней кислород перетягивает на себя электроны, и одна с одной стороны становится отрицательной, а с другой положительной. Поэтому они начинают притягиваться к положительным и отрицательным ионам, которые уже содержатся в шаровой молнии, окружают их и образуют вокруг них некоторую шубу. И эта водяная шуба очень препятствует рекомбинации ионов, поэтому очень сильно замедляет процесс. Но из каких именно веществ сделана шаровая молния? Ответ на это может дать фульгурит. И тогда обычная молния попадает в песчаный грунт. Из-за высокого нагрева песок может расплавиться и при последующем охлаждении застыть в виде трубочки. Это и называется фульгурит. Их очень часто находят. И самое главное, что они внутри полые. То есть внутри них может образоваться газ. Это оксид кремния. И он может вырваться наружу и образовать шаровую молнию. Более того, в 2012 году китайские ученые смогли заснять полторы секунды полета шаровой молнии. Благодаря прибору, на который производилась съемка, они смогли разложить свечение шаровой молнии в спектр и изучить, из каких веществ она состоит. Оказывается, что шаровая молния, помимо азота, содержит еще и железо, кальций и кремний, которые в большом количестве содержатся в почве. И это подтверждает, что шаровая молния состоит из веществ почвы, которые испаряются в результате удара обычной молнии. Конечно же, в реальности может быть все по-другому. Ведь это хоть и подробная, но все-таки гипотеза. А на этом все. Если вы видели шаровую молнию, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube. И, как всегда, спасибо за просмотр.